МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Вы смотрите прямую линию с главой республики Айсоном Николаем. В студии работаем Олег Марков и Алена Шестакова. Здравствуйте. Эта программа выходит в эфир накануне знаменательного дня столетнего юбилея республики. Мы отмечаем его в условиях санкций, поэтому сегодня будем говорить о том, как выстоять перед новыми вызовами и как найти пути развития. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Поздравляем вас со столетием республики. И в этот исторический момент предлагаем вам уже в традиционной форме сверить часы с жителями республики и наметить планы на будущее. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну и немножко о планах. Безусловно, мы рады, что завтра вся наша республика, вся Россия, благодаря указу президента Владимира Владимировича Путина, отметит столетие со дня основания Якутской ССР. Это, безусловно, историческое событие, которое помогло превратить Якутию в то время отсталый, безграмотный край, в котором в школы ходило 3000 человек, на территории которого было 7 больниц на всей огромной бескрайней территории. Сегодня превратить в один из передовых регионов нашей страны по развитию человеческого капитала, по развитию экономики, реально форпост России на северо-востоке Евразии. И, конечно же, мы гордимся поколениями предыдущими и основателями республики, и основателями нашей новой государственности. В 92-м году, спустя 70 лет после провозглашения автономии, была принята Конституция Республики Саха-Якутия. И мы безмерно благодарны нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву и его сподвижникам, которые заложили фундамент современной Якутии. И, конечно, сегодня мы должны смотреть не только в прошлое, мы должны в первую очередь смотреть в будущее. Всякий кризис – это всегда возможности. Мы не должны бояться, мы не должны думать, что вот сейчас будет все плохо, будет только тяжело, потому что западный мир против нас. Нет, мы должны на это смотреть трезво, мы должны понимать пути нашего развития и не боясь никого и ничего идти вперед. И я уверен, что вот Якутия – такой богатейший край, который сегодня на взлете, а реально мы сегодня – одни из таких самых быстро развивающихся регионов нашей великой страны, конечно же, достигнет в новом столетии еще больших результатов. Асин Сергеевич, ну наша страна переживает исторический момент, и республика, конечно, не остается в стороне от главных событий. На днях якутская делегация отправилась в Донецкую Народную Республику, и я предлагаю посмотреть сюжет. Еще в конце февраля в столице региона был открыт пункт по сбору товаров первой необходимости в помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Тогда только за первую неделю якутияне собрали существенный набор продуктов и вещей. И вот в 20-х числах марта первая партия груза весом в 2 тонны была передана МЧС России в Москву. Также глава и правительство Якутии пожертвовали более 10 миллионов рублей на помощь весом в 7,5 тонн, которая была отправлена 5 апреля жителям Луганской Народной Республики. Жители этих республик столкнулись с огромными проблемами, связанными с отсутствием продуктов, питания, предметов первой необходимости, с разрушенной во многих местах социальной инфраструктурой, разрушенным жильем. И нам, жителям Якутии, которые живут в суровых условиях Крайнего Севера, конечно же, близко понимание того, что в таких условиях, конечно, должна быть обязательно взаимопомощь. Вторая партия весом в 7 тонн была доставлена уже жителям ДНР. По поручению главы Якутии делегация республики выезжала в Донецкую Народную Республику для того, чтобы определить, какую еще помощь Якутия может оказать в строительстве мирной жизни на Донбассе. Помощь прибыла в Волноваху, освобожденный город, где рос на нуждающемся. Там же помощь была оказана Дому детского творчества и местной больнице. Наша делегация – это как раз демонстрация того, что Россия с вами, Россия вся от Дальнего Востока до Крайнего Запада. Мы будем помогать, чем сможем. Сегодня вот с руководством вашего города мы проедем по объектам разрушенных, посмотрим, чем мы сможем вам помочь и обязательно будем это делать. В самом Донецке помощь от якутян была передана бойцам народной милиции и больницы, где они проходят лечение. Якутия и дальше планирует поддерживать жителей Донбасса. Постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов и временно исполняющий обязанности председателя правительства ДНР Татьяна Переверзева подписали коммунике, которая станет основой взаимодействия между республиками. Подписание документа состоялось 20 апреля. Андрей Федотов передал слова поддержки от главы Якутии Айсен Николаева. Он также выразил надежду и уверенность в том, что сотрудничество с ДНР будет полноценным, многогранным, взаимовыгодным и интересным. Кристина Якупова, Николай Борисов, Джур Березкин, Донецк. Геополитическая ситуация действительно волнует всех жителей республики. Мы это видим и по тем вопросам, которые уже поступили во время подготовки к эфиру. Вопросы мы принимаем и сейчас в нашем колл-центре. В колл-центре работает наш корреспондент Оксана Устинова. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, коллеги, здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. По данным Центра управления регионом от жителей поступило 463 вопроса к прямой линии. Вопросы продолжают поступать и сейчас. Примечательно, что вопросы поступили абсолютно с каждого района нашей необъятной Якутии. Конечно же, наибольшее количество вопросов было зафиксировано от жителей столицы. Это 50%. Также хочется отметить активное участие Алёкминского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского районов, Мегино-Кангаласского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов. Ну а самой популярной темой вопросов является транспорт и дороги. Это 14%, из которых почти половина вопросов поступила, конечно же, от жителей города Якутска. В основном вопросы связаны со сроками ремонта дорог. Ну а жители районов больше интересуют авиасообщения, билеты субсидированные, а также развитие транспортной схемы внутри республики. Это речные и автомобильные сообщения. Далее по популярности равными долями по 11% идут темы переселения из аварийного и ветхого жилья, вопросы здравоохранения и социальной поддержки. Ну а во время эфира мы принимаем вопросы главе региона по номеру 3201-11, код города 4112. Это многоканальный телефон с четырьмя станциями, за каждой из которых, как вы видите, работают специалисты. Вопросы мы принимаем на двух языках, на якутском и русском. Ну а наиболее актуальные мы обязательно здесь, ну прозвучат у нас в прямом эфире. Будьте готовы выйти на связь с главой Якутии. Также в эфире прозвучат видео-вопросы и прямые включения из районов. Также параллельно по видеоконференц-связи с нами работают члены правительства Якутии. Они ответят на вопросы, которые не поступят на прямой линии. Спасибо, Оксана. Сын Сергеевич, сейчас вновь вернемся к ситуации в мире. Мы все следим за новостями о военной спецоперации вооруженных сил России на Украине. Переживаем. Вы как руководитель самого большого региона страны и как гражданин России, вот как вы относитесь к текущей ситуации в мире? Безусловно, мы сейчас живем в то время, когда миропорядок полностью меняется. 24 февраля наша страна заявила Западу, что мир, в котором всем управляют Соединенные Штаты Америки, закончился. И на самом деле сегодня война идет именно за будущее мира. Будет ли мир таким, каким он был до этого, когда одна страна могла всем диктовать свои условия, и все ходили по одной струне, или это будет мир, в котором все будут уважать друг друга, где не будет места геноциду, фашизму. И, конечно же, в первую очередь Россия борется за свое будущее. Понятно, что тот режим, который сегодня на Украине существует, он с самого начала был, знаете, фашистским. Я, слава богу, с 2014 года никогда не менял свое мнение, везде открыто говорил, что власть на Украине захватили бандеровцы. Меня за это иногда даже журили, так, ну что вы так открыто, так далее. Но я всегда не... Я знал, что за люди там, вот, общался с некоторыми из них до этого, так, я просто... Никаких иллюзий у меня не было. И сейчас я понимаю, что я даже не смотрел на жизнь, наверное, немножко оптимистично, потому что то, что мы сейчас видим, то, какие факты сейчас скрываются, настоящих фашистских, по-другому слову не назовешь, злодеяний против людей, за то, что они говорят на своем родном языке, за то, что они хотят мирно существовать. Вот просто, еще раз говорю, это вот просто возвращение к годам Великой Отечественной войны. И, наверное, у нашей страны такая миссия, да, воевать против фашизма, где бы он ни был так, и все-таки фашизм уничтожать. Потому что слишком дорогую цену заплатили народы нашей страны, в том числе народы Якутии, за то, чтобы фашизма не было. А сейчас западные страны, позабыв все, что было, вот наоборот, искусственно его этот фашизм взросли, взрастили в отдельно взятой Украине. И понятно, что вот этот режим, он не успокоился бы, он рано или поздно напал бы на нас. Вот, как говорят оперативные данные, наверное, это состоялось бы уже вот даже этой весной, на Крым, на Донбасс, нападение совершилось бы. Но они на этом не успокоились бы, они пошли бы дальше. И, конечно, президент нашей страны Владимир Путин взял на себя огромную ответственность. Знаете, это очень мужественный поступок великого человека. Он дал задание начать эту спецоперацию. И я уверен, что мы обязательно победим. Потому что другого пути у нашей страны нет. Мы, еще раз говорю, денностификацию Украины должны обязательно провести. Конечно, мы видим сейчас все эти санкции. Сейчас обнажились, на самом деле, истинное лицо вот этих европейских стран, Соединенных Штатов Америки. Знаете, с другой стороны стало легче. Потому что, если раньше очень много, знаете, вот людей даже внутри страны, знаете, всегда ходило посередки, не вашим, не нашим, а мы вот сегодня так, а завтра так, а вот сегодня я так скажу, а завтра так скажу, в зависимости от ситуации, то сейчас, на самом деле, ситуация предельно ясна. Или ты за страну, или ты против страны, своей родной страны. И вот этот исход всяких там либеральных или там нелиберальных разных деятелей из нашей страны, которые уезжают, да, которые почему-то, и которым стало стыдно быть россиянами, да, вот это говорит о том, что вот этот два раза сделал, пошел, и слава Богу. Вот, мы уверены, что наш народ выстоит, и не такие мы испытания проходили, вот на особенности наше старшее поколение. И мы обязательно победим и построим, еще раз говорю, тот миропорядок, в который будет справедлив, и в котором, правда, всегда будет торжествовать на туже. Спасибо, Асен Сергеевич. Я напомню, что сегодня наша программа выходит на телеканалах НВК «Сахай», «Якутия-24 Россия», 24 радиоканалах «ТТИМ» и «Радио России», а также на канале РТУП «НВК «Сахай» и страницах ВКонтакте «НВК «Сахай»» и «Якутия-24». Асен Сергеевич, наш корреспондент Ирина Жданова сейчас находится в Нерингре, она готова выйти на прямую связь со студией. Добрый вечер, коллеги, ждем вашего вопроса. Здравствуйте, вы на прямой связи со студией. Асен Сергеевич, здравствуйте, с вами на связи Нерингре. Сегодня у наших жителей вопрос, который касается санкций. Наверняка эта тема актуальна не только для жителей нашего Нерингринского района, но и среди жителей всей республики. И я передаю микрофон Шевченко Татьяне Афанасьевне. Уважаемый Асен Сергеевич, дорогие земляки и якутяне, разрешите вас от имени всего Нерингринского сообщества, от всего нашего населения горячо поздравить вас со 100-летним юбилеем нашей республики. Мы гордимся и любим нашу республику. Мы гордимся ее недрами, ее природой. Мы гордимся традициями, славным историческим путем и, конечно же, нашим народом. Именно на таких регионах стоит наша Российская Федерация. Наш район Нерингринский занимает прочное место в экономике нашей республики, как развивающаяся территория, с хорошими своими тоже традициями, с трудолюбивым народом и хорошими достижениями. Асен Сергеевич, у меня вот такой вопрос к вам. В прошлом году вы подписали указ о социально-экономическом развитии нашего района, Нерингринского района. И нам сегодня, и не только мне, всем нерингринцам, очень бы хотелось услышать слова одобрения в том, что указ в силе, что правительство со своей стороны в полной мере, в полном объеме и своевременно выполнит свои обязательства. Ну а мы, а мы, нерингринцы, вас никогда не подведем. Спасибо большое за поздравления, за теплые слова. Конечно же, Нерингрин – это гордость и Якутии, гордость всей России. Я рад, что в последние годы нерингринский район и город Нерингрин, в том числе, они получили новый импульс развития. Мы помним, к сожалению, совсем недавние времена, когда из Нерингрин люди уезжали, когда реально на многих собраниях, в том числе и у вас в Нерингре, люди спрашивали, а когда будут нас перевозить, куда нас будут переселять. Не было определенности даже у наших крупнейших компаний, таких как у Якутугль. Но вот слава богу, что благодаря решениям президента страны, благодаря новой политике развития Дальнего Востока, мы сегодня в Нерингре видим просто колоссальное развитие, экономическое развитие. Мы видим, как сейчас появились у нас крупнейшие компании угольные мирового уровня, Эльгоуголь, Коумар, которые являются лучшими компаниями уже даже не России, а по многим показателями мира. Мы видим, как развиваются новые виды производства. Вот наши отцы, наши деды мечтали о том, что Нерингре стоит металлургической базой для Советского Союза. Вот сегодня я был в Хатырике вместе с Михаилом Николаевым, первым президентом нашей ООН, вспоминал, как Алексей Николаевич Косыгин, приехав сюда в 70-е годы, когда решался вопрос о развитии Нерингре, говорил о том, что четвертая металлургическая база Советского Союза будет здесь, в Якутии, в Южной Якутии, в Нерингре. И много уже воды утекло, почти 50 лет. Вроде этот вопрос забылся, но мы сегодня, несмотря на те же санкции, реально начинаем в этом году впервые производство уже железнорудное. Именно в Южной Якутии, в Нерингринском районе. Это говорит о том, что мы постепенно начинаем те мечты, которые носили с собой вот наши предыдущие поколения, уже реализовывать в жизни. И, конечно же, я всегда говорю, что люди, которые добывают крайне важные для страны полезные ископаемые, делают его государство нашим могущественным, конечно же, должны жить в хороших условиях. Исходя из этого, я подписал им указ о социально-экономическом развитии Нерингринского района. Хочу вас заверить, что несмотря там, что бы там в Соединенных Штатах или в Германии, в Англии не думали, так мы по Нерингрине все, что задумали, все сделаем. И дороги построим, отремонтируем так, как мы с вами планировали. И больничный комплекс обязательно весь до конца доведем, потому что здравоохранение Нерингрин, конечно же, это больная точка, для меня это тоже очень больная тема. Мы начали уже ремонтировать ряд учреждений, но обязательно все до конца доведем в течение ближайших лет. Конечно же, я рад сообщить, и может быть, не все нерингринцы знают, что правительство Российской Федерации поддержало наше предложение. Вот недавно выделен еще один транш новых инфраструктурно-бюджетных кредитов и средств из корпорации Дом.РФ и фонд ЖКХ, которые будут направлены на развитие социальной инфраструктуры квартала Р и на дальнейшую реализацию реконструкции Нерингринского водоканала. Поэтому мы будем идти вперед, будут строиться и социальные объекты. Я знаю проблему школы номер 9, есть у нас вопросы, связанные с ремонтом социальных объектов, с круглогодичным детским лагерем. И, конечно же, я очень надеюсь, я даже верю, что до конца года, где-нибудь в ноябре, в декабре мы с вами откроем новый аэропортовый аэровокзальный комплекс города Нерингрин в Чульмане. Сейчас строительная готовность 77% объекта. В прошлом году наши строители практически подвиг сделали, введя полосу на год, раньше взлетно-посадочную реконструкцию завершив. И уверен, что мы все в этом году тоже точно в сроке выполним, и до конца года аэровокзальный комплекс Нерингрин примет уже первых пассажиров. Поэтому нерингринцам желаю всего самого хорошего, вас тоже с наступающим праздником. Ну а я буду приезжать и контролировать, чтобы то, что мы туда направляем, все вовремя делалось, качественно делалось. Ну и прошу жителей тоже активно в этом участвовать. Спасибо большое, Есен Сергеевич, за такой подробный, за такой хороший ответ. Это просто, знаете, жить хочется после ваших слов. Я вас лично хочу поздравить с праздником, пожелать вам крепчайшего здоровья, вам, вашим близким. И еще всего вам самого доброго в начинаниях, с самой большой удачи, с самого большого счастья. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, Нерингрин. Айсен Сергеевич, вопросы санкций действительно волнуют многих. Поступило на эту тему очень много вопросов. Хочу озвучить один из самых актуальных вопросов. Что будет ценами на продукты и будут ли они расти? Конечно же, вот наши противники, наши враги, я бы даже так сказал, наверное, надеялись, что как только вот эти санкции начнутся, как только начнутся резаться вот эти транспортно-логистические цепи, как только специально будут с их помощью в том числе подогреваться ажиотаж, у нас здесь внутри быстро закончатся и продовольственные, и непродовольственные товары, начнутся волнения. Но они просчитались. Правительство страны вовремя приняло решение на самом верху, и мы в регионах тоже соответствующее решение приняли. Мы здесь работали на самом деле очень напряженно, потому что для нас это было вдвойне сложнее, так как в марте месяце мы должны были обеспечить уже так же накопление грузов для северного завоза. Конечно, это была, еще раз говорю, двойная, может быть, даже тройная нагрузка. Я поэтому благодарил уже своих коллег по правительству, благодарил наших предпринимателей, в первую очередь занимающихся оптовой торговлей, которые нас тоже поддержали, вместе работали. Благодарил банки, транспортные компании, всех тех, кто на самом деле в эти непростые недели, дни, круглые сутки работал, чтобы реально обеспечить Якутию продовольствием и товарами первой необходимости. Сегодня все запасы у нас не менее чем на полгода сделаны. По некоторым районам уже запас даже до конца года по основным продуктам уже есть. Конечно, мы не успокаиваемся, мы сейчас работаем над тем, чтобы вся эта цепочка у нас дальше работала. Но самое главное, что в целом по стране ситуация стабилизировалась. Мы видим, что нет и резкого роста цен, который, к сожалению, был в марте месяце. Нет такого ажиотажа. Ну, люди и сами все поняли так. Более того, курс доллара, помните, там Байден докладывал своим конгрессменам, что там в России 200 рублей уже доллар и так далее. Сейчас я даже могу сказать, что мы как финансисты, нам кажется, что курс доллара даже занижен. Уже 70 рублей это все-таки для такой экспортно-ориентированной республики, как мы, конечно, низко. У нас 80 с лишним рублей цена доллара по расчетам в нашем бюджете заложена. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы выдержали сейчас ажиотажа, а даже нет. Даже вот те цифры, которые мне постоянно докладывают наши службы, говорят о чем? О том, что вот когда был самый пик, у нас в день только на горячую линию госкомцен поступало свыше 100 обращений. Конкретных обращений по поводу завышения цен и резкого повышения цен. Вот за последнюю неделю, там, знаете, в день одно-два обращения. Это по всей республике. Это говорит, что эта проблема решена. Но еще раз говорю, ослабляться тут нельзя, мы будем это все контролировать. Но при этом я, конечно, противник того, чтобы государство все и вся там, знаете, вот цены прямо устанавливало, все смотрело и так далее. Надо просто помочь бизнесу. Мы же что сделали? Мы же не старались установить цены там какие-то лимитирующие. Мы помогли бизнесу якутскому получить льготные кредиты, получить наши какие-то гарантии, даже иногда порой устные, и под это завести товар. Это у нас получилось. И сегодня, вот еще раз говорю, мы на полу рыночными, может быть, ну не до конца рыночными, может быть, но полурыночными методами ситуацию решили. Так и будем дальше работать, где надо и подкручивая, а где надо наоборот ослабляя всякие ограничения, для того, чтобы и бизнес наш мог себя нормально чувствовать, мог сохранять рабочие места и дальше развиваться. Поэтому вот резких скачков цен я все-таки считаю, что мы не допустим уже. Спасибо, Айсен Сергеевич. Я напоминаю, что во время эфира мы принимаем вопросы по номеру 320111. И у нас есть первый звонок. С нами на связи житель села Артосурд Горного Улуса. Слушаем вас. Здравствуйте. Здорово, народ. Здорово, народ. Мы, Киан-Игорь Республика, ювелие на вопрос зрительницы касается злободневной проблемы, которая волнует реально тысячи людей у нас в республике, особенностью вот таких маленьких селах. Это вопросы подключения к централизованному теплоснабжению. Хорошая программа. Там вот, где она работает, у людей качество жизни, конечно же, резко повышается. К сожалению, вот последние годы и возможности непосредственно самих котельных, которые эксплуатируются предприятиями ЖКХ, их финансовое положение, да, не всегда позволяет подключать частные дома к централизованному теплоснабжению. Вместе с тем, вот если раньше был у нас вообще практически на это запрет, то сейчас мы по мере возможностей, особенностей там, где муниципалитеты софинансируют, помогают людям, мы такие вопросы решаем. Вот. Я обязательно попрошу министра ЖКХ энергетики Вячеслава Павловича Эмильянова рассмотреть вопрос. У нас программа на этот год была сверстана, пусть она не очень большая. Есть, ну, я могу ошибаться все-таки, я говорю, я не компьютер, так, но, по-моему, по Орто-Сурту у нас на этот год уже какое-то подключение к централизованному теплоснабжению, нескольких десятков домов было. Я прошу Вячеслава Павловича посмотреть и потом уже по возможности жителям Орто-Сурта дать ответ, ну и меня, конечно, проинформировать, ошибся я или не ошибся. Спасибо. Айсен Сергеевич, подготовка к прямой линии началась заранее. Вопросы мы поступали на сайт «Столетие», в специальный телеграм-бот, а также через официальные аккаунты главы республики в социальных сетях. Многие вопросы поступили в текстовом режиме, но есть и вопросы, которые отправили как видеообращение. Давайте посмотрим видеообращение, задает житель Таттинского района. Здравствуйте. Республика Суицлана. Иван Петрович задает вопрос, вот у него 16 голов крупного рогатого скотча. из них 7 дойных коров и говорит, я хочу увеличить количество крупного рогатого скота, какая помощь со стороны республики в этом вопросе может быть не оказывана. безусловно, вот сегодняшняя как раз ситуация с санкциями в том числе, да, показала, что продовольственная безопасность это реально одна из таких, знаете, главных задач и регионов, и в целом страны. Вот слава богу, что где-то начиная с 2014 года, благодаря решениям президента страны, мы обеспечиваем сегодня себя продовольствием. Ведь вспомните, еще лет 15 назад у нас 80% продовольствия по некоторым видам было из-за границы. Сейчас мы, страна, можем сами себя кормить. Сейчас же в мире идет резкий рост цен на продовольствие. Почему? Потому что вот эти военные действия на территории Донбасса, Украина, они привели к тому, что есть угроза сокращения экспорта пшеницы, например, да, и поэтому из России, из Украины, как крупнейших поставщиков продовольствия на мировые рынки, и из-за этого сейчас во всем мире уже резко вот инфляция идет, цены повышаются. А у нас нет. Почему? Потому что мы как страна обеспечили себя. Вместе с тем, конечно же, республика тоже должна над этим думать. Я вот не скажу, что мы это предвидели, но именно в прошлом году мы поменяли механизмы финансирования сельского хозяйства, мы увеличили ставки субсидирования не только на молоко, но и по лошадям, по оленеводству, по овощам, по растеневодству и ввели новые виды субсидий. И это сейчас, мы уже видим, что люди уже с прошлого года начали больше заниматься этими вопросами, то есть больше у нас стало возможности для обеспечения своей продовольственной безопасности. Конечно, у нас сейчас идет крайне сложная зимовка. Я не скрываю этого, у нас вот прошлый год был крайне засушливый, было сено заготовлено значительно меньше, чем требовалось по плану, особенности в тех районах, которые пострадали от пожаров и от засухи. Мы были вынуждены сейчас потратить в общей сложности почти миллиард рублей для того, чтобы завести корма из соседних регионов, из Амурской области, из Забайкалья. Конечно же, есть проблемы. Вместе с тем, мы считаем, что наша главная задача в этом году не только сохранить поголовье, но и уже немножко начать его увеличивать по ряду направлений. И поэтому сейчас больше всего от лично подсобных хозяйств, а я так понял, что Иван Петрович, он как раз зарегистрирован как личное подсобное хозяйство, у них была в чем просьба. Они, конечно, в большинстве своем подавляющем согласны 35 тысяч рублей за голову дойную получать дальше, но они просят им, чтобы у них все-таки молоко у них, ну, большинство принимали, и не за 10 рублей, как у них было в прошлом году. Поэтому для того, чтобы стимулировать это, я принял решение, и правительство сейчас это обязательно в жизнь воплотит. Мы из бюджета будем доплачивать по 10 рублей заготовителям для покупки молока у участников, уличных подсобных хозяйств. При этом заготовитель сам тоже должен 10 рублей вложить в минимум. И тогда получается, что личное подсобное хозяйство будет получать 20 рублей за литр молока, а не 10, как было раньше. Более того, некоторые районы, я благодарен вот этим муниципалитетам, которые не на словах, а на деле поддерживают сельское хозяйство, тоже прибавляют свои деньги, тоже вкладывают там по 10 рублей. И в итоге человек, личное подсобное хозяйство, уже за литр молока уже получает 30 рублей. Это уже существенно, если человек сдает сотни миллилитров за год, то это уже существенно прибавка к его доходу. Есть и другие формы, в том числе и агро-стартапы и так далее. В общем, мы в этой части будем работать, именно поддерживать наше сельское хозяйство. Сельское хозяйство для нас абсолютный приоритет. Недаром в этом году, несмотря на все сложности, бюджет по сельскому хозяйству у нас рекорд. И мы будем по мере возможности не только сокращать, мы будем еще прибавлять средства для решения задач, которые у нас стоят по развитию сельского хозяйства и по внедрению даже новых видов, поддержки, таких как, например, пчеловодство. Поэтому здесь работы у нас много. И Иван Петрович, не бойтесь, берите еще коров, если есть такая возможность, увеличивайте, мы обязательно поддержим нас. Действительно, Айсен Сергеевич, в этом году, в юбилейном году в отрасли сельского хозяйства беспрецедентная помощь. И получается, что в этом году сельхозпроизводители достигли небывалого рекорда по уровню финансирования. А что вы конкретно ждете с этого года от сельского хозяйства? Я очень надеюсь, и не только я, и все якутяне, что у нас главная задача, которую мы у сельского хозяйства просим, и у пищевой промышленности, чтобы на наших столах было больше продукции именно якутских наших производителей. Другой задачи-то нет. Главное, чтобы мы смогли по некоторым видам полностью себя обеспечить, продовольствие по некоторым, но хотя бы уже, чтобы больше просто этой продукции стало. Ведь продукция якутских производителей, она востребована. Что молочная продукция, что мясная, что растеневодство. Вот тот же тепличный комплекс Союри, вы же помните, когда мы в 16-м году его начинали, сколько критики было. Никто практически и не верил. Считали, что это рекламный такой какой-то проект, ничего с ним хорошего не будет. Ну а сейчас что? Сейчас вот все просто мне в один голос заявляют, что это самый прекрасный проект, надо его тиражировать там, там, там. Потому что благодаря этому проекту мы на самом деле сегодня цены на овощную продукцию, вот на помидоры, на огурцы, на зелень уже контролируем. И у нас нет таких резких скачков, как это было раньше, когда мы жили только на завозной продукции из Китая или там из среднеазиатских республик. Поэтому такие проекты будем реализовывать. Вот сейчас очень интересная у нас работа идет с Минсельхозом России по якутской птицефабрике. И вот буквально вчера Галина Акетина-Данчикова, наш депутат Госдумы вместе с генеральным директором птицефабрики Дягилева и Наталья Ивановна были в Минсельхозе у замминистра. Идет речь о том, чтобы наша птицефабрика якутская стала племенным хозяйством для северо-востока страны. На северо-востоке страны нет племенного хозяйства именно по птице. Там есть критерии, что там должно быть не меньше 40 тысяч нинсушек. У нас 22 тысяч. Но я считаю, что для Якутии, для северо-востока с ее расстоянием и с ее малочисленным населением можно было сделать исключение. И вот мы сейчас уже находим определенную поддержку в Минсельхозе. Надеюсь, что это будет решено. И тогда уже наша птицефабрика сможет получать субсидии, в том числе и федеральные. Для решения задач реконструкции, дальнейшего развития. На самом деле птицефабрика якутская очень неплохо идет вперед. Количество продукции у нее растет. Но нужна реконструкция. В том числе убойного цеха. Я там у них был. Там, знаете, в убойном цехе якутской птицефабрики стоит продукция, оборудование еще украинская СССР в 80-х годах производства, по-моему, Полтавы. Ну, понятно, что это уже не то что морально, да, но просто и физически уже просто никаких запчастей нет. И сейчас надо все это менять уже. А для этого нужны инвестиции, которые оцениваются в сотни и сотни миллионов рублей. И вот надеюсь, что все-таки мы, в том числе и привлекая такие механизмы поддержки, новые механизмы поддержки из федерального бюджета, сможем и вот по птицефабрике сделать большой шаг вперед. Есть и другие, такие же планы по многим отраслям. У нашего сельского хозяйства на самом деле большое будущее. И вот нам надо просто, чтобы мы все-таки немножко порой отходили от своих традиционных форм, да, а вводили какие-то новые формы, тоже пчеловодство, как я уже сказал. Научили все-таки более глубокой переработке жеребятины, оленины, так, и не только мяса, да, но и, например, внутренность каким-то образом перерабатывать для нужды биофармации, фармакологии. И здесь хорошие разработки наших якутских ученых есть, и надеюсь, что будет налажено такое конструктивное взаимодействие с научно-образовательным центром «Север», с Академией наук и с нашими непосредственно промышленными предприятиями, которые даст свой эффект, который реально может привести к повышению в том числе и экспортного потенциала Якутии. Спасибо. Ну что ж, я предлагаю, сейчас у нас есть звонок из Мегина-Кангаласского Улуса. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо. Мактал Буллон. Улечой Нагелевнулах-тоахтарун. Мякангластары. Амьяк-эленегэр. Республика. Это юбилейный дистинга Арде Волу. Вопрос связан с газификацией с селой Ильичой. Села, которые расположены недалеко от него, они уже газифицированы. До Ильичой еще межпоселкового газопровода нет. И вот депутат Кладио Ивановна, она волнуется, что вот как раз опять же из-за санкций газопроводки будут построены, газа не будет, ну и соответственно газификация не пройдет. Хочу что сказать. В целом у нас программа социальной дегазификации в республике идет очень активно. В этом году по нашим планам мы должны газифицировать порядка двух с половиной тысяч частных домов. Огромная цифра, она, работа идет по всей республике, касается территории 10 районов и городского округа Якутска. При этом мы приняли решение, что граждан, у которых низкие доходы будет поддерживать государство, 150 до 150 тысяч рублей у нас субсидия сейчас предполагается как раз на то, чтобы человек покупал, ну, покупал, субсидировал ему покупку газового оборудования внутри дома. До дома государство приводит газ бесплатно. Это социальная программа, это поручение президента, данное на съезде партии «Единая Россия», оно сейчас уже в форме федерального закона исполняется. У нас в республике создан региональный штаб, я его возглавляю, у меня заместитель Алексей Засимович Колодезников, генеральный директор Сахатранснефтегаза. Каждую неделю мы это обсуждаем, работа там идет четко по плану, где надо, вот, расширяются пропускные мощности, где надо, вот, уже внутрипоселковые, внутригородские сети строятся. При этом, конечно же, есть проблема вот у сел, которые вроде бы лежат рядом с газовыми трубами, но газопроводы не построены. И вот, что касается Ильичоя, точно могу сказать, ну, так как этот вопрос я хорошо знаю, от Питейдеха до Ильичоя в этом году должен быть спроектирован газопровод, и этот проект должен пройти государственную экспертизу. Это, на самом деле, очень серьезный такой момент, который обязательно нужно пройти для того, чтобы потом получить финансирование. По планам в этом году, вот, у нас проектно-смертная документация с госэкспертизой, в следующем году стройка должна начаться, и в 2024 году магистральный газопровод должен прийти в Ильичо. Вот это я точно помню, это, вот, мы это обязательно сделаем. Поэтому, Клавдия Ильич, что я могу сказать, мы, в этом году, конечно, газа не будет, так, потому что, еще раз говорю, у нас проектная работа еще не проведена, только и только идут. Но в 2024 году очень надеюсь, что смогу сам тоже присутствовать на таком радостном событии, как приход газа. А на самом деле, приход газа в деревне, это всегда точно тоже резкое повышение качества жизни всех, без исключения жителей. Асан Сергеевич, ну и предлагаю продолжить общаться с жителями. У нас звонок из Хангаласского улуса. Ло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Уважаемые Сен Сергеевич, поздравляю с наступающим юбилеем нашей республики. Я жительница села Катикатцы, Хангаласского улуса. Меня зовут Анастасия Васильевна Федорова. И этот год в Хангаласском улусе также объявлен годом исторической памяти. Я, как многодетная мать, как и все жители нашего села, задаюсь вопросом передачи истории родного края будущим поколениям. Как известно, в селе Катикатца 110 лет назад великий якутский писатель и мыслитель Алексей Елисеевич Кулаковский работал учителем своего друга Семена Петровича Барашкова, в усадьбе которого было все, от электричества до паровой мельницы, от школы до больницы, создал бессмертное послание нашему народу, письмо якутской интеллигенции. И для того, чтобы передавать историческую память будущим поколениям, появилась идея создания туристического маршрута «Путь Кулаковского» и образцового агрохозяйства мирового уровня имени нашего прославленного земляка Семена Петровича. Нам бы очень хотелось, чтобы вы, как дальновидный и мудрый руководитель нашей республики, оказали нам поддержку в этом начинании и поделились своими мыслями и взглядами на будущее нашей республики. От имени всех своих односельчан с глубоким уважением приглашаю вас поучаствовать в международном симпозиуме, который состоится 25-26 мая этого года в селе Качикатсо Хангаласского улуса в честь 110-летия письма якутской интеллигенции. Очень надеемся, что вы станете почетным гостем нашего симпозиума. Спасибо за звонок. Спасибо. Спасибо, Анна Светлана Васильевна. Спасибо за поздравления. В вашем лице хочу поздравить также всех жителей Качикатсо и Хангаласского улуса с наступающим юбилеем республики. Знаю, что завтра у вас на мероприятиях в Хангаласском улусе будет наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Конечно же, жизненный путь Алексея Алексеевича Кулаковского требует изучения. И, знаете, такой популяризации. И то, что вы решили вот как раз в Хангаласском улусе, в Качикатсо, где создан ряд его бессмертных произведений, сделать такой туристический маршрут, ну, ничего кроме поддержки у меня не вызывает. Это замечательно. Вообще, туризм это та отрасль, которая наряду с рядом других отраслей, таких как IT, вот креативной экономики, способна дать очень большое количество занятых людей. А с другой стороны, очень серьезно развить в целом наш регион. Ведь не секрет, что та же нетронутая природа, те же уникальные природные места, уникальные исторические места, которые есть в нашей республике, они интересуют людей и по всей России, и во всем мире. Вот я сейчас иногда, когда говорю про туризм, многие пишут, а какой туризм сейчас, типа там, кто к нам сейчас прилетит, там все санкции и так далее. Но, друзья, давайте не будем забывать, санкции против России объявили всего лишь страны Западной Европы и Восточной Европы так, и Соединенные Штаты Америки, и там еще несколько стран. Все остальные страны никаких санкций против нас не объявляли, и они также собираются с нами дружить, работать, торговать и приезжать, в том числе и как туристы к нам. Тот же Китай, та же Индия, турки, арабы. Мир огромен, и не надо думать, что весь мир это только западная цивилизация. Это вот то, что, к сожалению, мы себе в 90-е годы в голову вбили, да, что вот кроме Запада там никого нет, да. В том же бессмертном произведении Алексея Кулаковского, Сон Шамана, да, там как раз про это все правильно очень написано. И кто такие европейцы, и другие там страны написаны, да, которые представляют угрозы для как раз нашего народа. И написано, что вот как раз народ Саха вместе с русскими и дальше должны вместе жить, дальше развиваться. вот, и безусловно, вот популяризация и вот таких маршрутов, связанных с именем Алексея Алексеевича Кулаковского, других наших выдающихся людей, наших природных мест, а рядом с теми же Качакацами, масса очень интересных природных таких красивых ландшафтов, она, на мой взгляд, способна развить сам по себе и Качакацей, и вообще в целом Хангаласки район. Тем более в Качакацах у нас, например, сейчас начинается тоже очень интересный эксперимент в жилищно-коммунальном хозяйстве, мы его первым поселком переводим на сжиженный природный газ. И котельные его, и потом уже и домовладения будут переводиться. Тоже очень такой интересный проект, если он у нас получится нормальным, то многие такие села, которые лежат вот далеко от газопровода, газопроводов и куда газопровод, на самом деле протянуть крайне дорого и порой и невозможно, смогут уже как раз получить возможность газифицировать за счет сжиженного природного газа. Что касается приглашения, большое спасибо. 25-26-го у меня точно запланировано еще одно большое мероприятие в Москве, крупнейший инновационный форум, где Якутия в этом году главный гость, главный партнер. Но я найду возможность или онлайн выйти, так сейчас благодаря последним ковидным годам мы научились выходить онлайн с любой точки на любые мероприятия или отправлю обязательно видеопоздравления. Замечательную идею про симпозиум поддерживаю. Уверен, что у вас все получится. Спасибо. Спасибо, Айсен Сергеевич. Уважаемые телезрители, еще раз напомню номер прямой линии 320111. Вы можете дозвониться до студии и задать свой вопрос главе республики. Айсен Сергеевич, предлагаю принять еще один телефонный звонок из столицы республики. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Айсен Сергеевич, ты что? Здорово, Ларон. Спасибо. Вопрос касается обучения на якутском языке. Проблема на самом деле есть, в первую очередь по городу Якутску. Острота ее то сокращается, то опять увеличивается. Я помню, когда в 2012 году я стал главой города, вопрос вообще встал очень остро. И по детским садам, и по школам. Потом большая работа была проведена. Несколько напряженность мы сняли. Вот сейчас в последнее время тоже было обострение. Но вот сейчас, опять же, мы благодаря появлению новых школ, новых якутских классов, ситуация несколько стабилизировалась. Вместе с тем, большое количество родителей, которые желают, чтобы их дети обучались на якутском языке. И большое количество родителей, у которых дети хотят, чтобы они как якутский язык, как отдельный предмет, тоже проходили. И здесь я полностью на стороне родителей, на стороне детей. Если у детей и у родителей есть такое желание, то это их желание должно быть государством удовлетворено. Это их конституционное право. И вот, к сожалению, одним из таких острых вопросов, который сейчас в последние годы меня волновал, в том числе, волновал ряд родительского сообщества, это то, что согласно последним изменениям федеральных норм, в начальных классах у нас количество преподавания на якутском языке было 12 часов. И эта норма была установлена, и многие, в том числе и я, считали, что это мало. Мы провели очень большую работу, научно-методическую работу, в том числе. К этому подключились депутаты Илтумен, депутаты Госдумы. Очень активную позицию занимала здесь Федосия Васильевна Габышева, как председатель профильного комитета Госсобрания Илтумен, Алексей Ильич Еремеев, как председатель Госсобрания Илтумен. И вот в результате последних таких достаточно серьезных, не переговоров, да, ряда совещаний, которые прошли в Министерстве просвещения Российской Федерации, было принято решение, что по нам, по Якутии, это количество часов будет с 12 до 20 по начальным классам увеличено. Вот, я очень надеюсь, что это решение вот в жизнь воплотится окончательно, так, ну и, конечно же, такое более чем в полтора раза увеличение, конечно же, даст свой результат. Поэтому сохранение языка, государственного языка нашей республики, конечно же, одна из главных задач республики, и уверен, что мы не только защитим язык, да, но и сможем создать условия для его дальнейшего развития, для его дальнейшей популяризации. Так, например, я сейчас внес как раз в Госсобрание Илтумен, и очень надеюсь, что послезавтра закон будет в первом чтении принят о том, чтобы законопроекты республики Саха-Якутия вносились и принимались сразу на обоих государственных языках республики Саха-Якутия. Я считаю, что такая практика, которая есть сегодня в том же Татарстане, она и в нашей республике вполне может быть применена, с учетом того, что наш язык развивается, у нас уже достаточно большое количество людей, которые профессионально могут перевод юридически значимых документов с русского на якутский делать в таком оперативном режиме, правительство к этому готово. И вот я, как разговаривал на эту тему и с председателем парламента, и с профильными комитетами, единственный закон, по которому это, наверное, не нужно делать, это вот закон о бюджете, да, но там все-таки достаточно все специфические такие термины, да, труднопереводимые. По всем остальным никаких проблем нет. Поэтому вот такой законопроект я внес, надеюсь, что Госсобрание его поддержит. Ну что ж, продолжим. 2022 год, не только год столетия республики, но и год матери. Айсен Сергеевич, в своем послании Госсобранию Ултумен вы заявили о новых мерах поддержки материнства, и это было воспринято жителями с большим воодушевлением. Наши корреспонденты подготовили сюжет о реализации инициатив и проектов, приуроченных в Году к матери. Предлагаю его посмотреть. Первые секунды рождения малыша – самые счастливые мгновения для его мамы, ведь она только что подарила жизнь самому родному человеку. Но сейчас акушерам придется на время разлучить ребенка с матерью. Его унесут в другую палату, где лежат все новорожденные. Эти малыши появились на свет совсем недавно, но уже вошли в историю, ведь каждый из них – это ребенок столетия, рожденный в год матери. Через несколько дней мамы с детьми вновь воссоединяются. Айталина Васильева родила уже второго ребенка. Для молодой семьи появление долгожданного сына стало настоящим чудом. Конечно же, я очень рада и довольна, как все матери, то, что к столетию нам преподнесли денежный подарок. Алине Фроловой тоже посчастливилось подарить жизнь ребенку столетия. Ее сына назвали Тимофеем. Молодая мама говорит, что к рождению первенца они подошли со всей ответственностью. Беременность была желанной и запланированной. А республиканская поддержка в виде целевого капитала – большой подарок для их семьи. Безусловно, прекрасное решение, поддержка. Поэтому это стимулирует рожать. Анжелика Сотникова с дочкой Софией недавно выписались из перинатального центра и вернулись домой. Имя второму ребенку придумали почти сразу. Малышка любит поспать, поэтому ее ласково называют Соня. Молодая семья уже знает, на что потратит сертификат «Дети столетия». Скорее всего, на обустройство жилья. Так как у нас семья стала побольше, нужно побольше места. Уже в двухкомнатные не помещаемся. За первые месяцы этого года в республике появилось на свет почти 3000 малышей. Якутия уверенно лидирует по рождаемости на всем Дальнем Востоке. А действенные и своевременные меры поддержки только стимулируют семьи. Это очень отличная идея, и я очень благодарна. Сан Сергеевич, что, на Ваш взгляд, станет все-таки главным результатом для республики по итогам года матери? Я очень надеюсь, что главным результатом года матери в Якутии станет то, что у нас появится миллионный житель. Мы как никогда близки к этому. Я постоянно получаю статистику по количеству жителей в республике. И вы знаете, я с коллегами уже разговаривал, где-то, наверное, с июня, может, мы уже обратный счет будем включать. То есть каждый день сообщать, сколько у нас детей уже родилось, чтобы где-то у нас в каком-то районе или в городе родился уже миллионный житель. Реально, я сейчас точно могу сказать, что у нас все идет именно по плану. Если, не дай бог, ничего такого экстраординарного не случится, а я уверен, что такого не должно быть, у нас миллионы должны быть. И очень надеюсь, что вот в этом как раз и семейный капитал, дети столетия, которые мы ввели в этом году, тоже сослужат свою роль. Ну и в целом, я считаю, что, конечно, наша республика, она всегда была традиционно многодетной. Мы занимаем первое место на Дальнем Востоке, седьмое в стране по коэффициенту рождаемости. И, безусловно, эти показатели надо еще улучшать. Поэтому мы материнство, детство будем и дальше поддерживать. В этом году, кроме капитала дети столетия, мы ввели ряд других новшеств, особенно поддержку многодетных семей. Так, семьи, у которых 3,4 детей на 50% уже снижена плата за нахождение на объектах культуры, спорта. А у тех, кто 5 и больше детей, они полностью освобождены от этой платы. Более чем в 6 раз мы увеличили поддержку грантовую тем организациям, которые занимаются популяризацией материнства, поддержкой семейных ценностей. Это тоже очень важно в наше непростое время. Увеличена поддержка приемных семей. И поставлена задача в том числе и правительству республики. Вот эта проблема выделения жилья для многодетных семей, очередь, которая у нас шла крайне медленно, все-таки будут приниматься достаточно серьезные меры в ближайшие годы, чтобы эту очередь полностью, например, уже ликвидировать. Поэтому, еще раз говорю, вопросы материнства, детства мы будем уделять и дальше очень серьезное внимание по всем районам, городам республики, селам республики. И, конечно же, большое спасибо матерям за то, что детей рожают, за то, что детей вынашивают. И дай Бог, чтобы матерей у нас в республике было больше. Спасибо. В колл-центр продолжают поступать звонки. С нами на связи Жиганский район. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, вы на связи. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Есен Сергеевич, разрешите поздравить вас и всех жителей республики с 390-летием вхождения Пути в состав российского государства. Алло. Да, мы слышим, слышим вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, слышим. Уважаемый Есен Сергеевич, разрешите поздравить вас и всех жителей республики с 390-летием вхождения Пути в состав российского государства. Есть столетие образования якутской ассоциации. Меня зовут Саина Семеновна Владимирова. Задавайте вопрос, мы вас слышим. Мы вас хорошо слышим. Ага. И мой вопрос касается здравоохранения. Говорите, говорите. Третий год в нашем районе нет врача-офтальмолога. Прием больных ведет медсестра. Можно ли решить этот вопрос путем командирования врача-офтальмолога? Спасибо за звонок. Люди волнуются, поэтому, конечно же, понятно, что технические нюансы есть. При этом, конечно же, мы в этом году отмечаем 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства, 390 лет города Якутска и 390 лет Жиганску. Потому что Жиганск, он ровесник Якутска. Это для общего понимания, так скажем. Поэтому поздравляю всех жителей Жиганского района с юбилеем. Что касается медицины. К сожалению, конечно же, нехватка узкоспециализированных врачей не только в Арктике, но и в других районах нашей республики, это на самом деле серьезнейшая проблема. Причем, если раньше мы как-то выходили из нее за счет того, что из других регионов к нам люди приезжали, то сейчас и в других регионах уже врачей не хватает. И мы сейчас понимаем, что главная наша сейчас задача – это реально увеличить количество детей, которые у нас будут обучаться и в средних медицинских образовательных учреждениях, и в медицинском институте нашем. Для этого сейчас большая работа проводится по линии Министерства высшего образования и науки, для того, чтобы все-таки для Северо-Восточного федерального университета новое здание медицинского университета было построено. Мы сейчас заканчиваем проектно-сметную документацию, проходим госэкспертизу, финансирует это как раз республика. Ну и надеемся, что в дальнейшем сможем попасть уже в федеральную адресную программу и такой объект построить. Тогда у нас появится возможность готовить уже больше врачей для того, чтобы закрыть потребность. По-другому реально, вот если так смотреть, то за счет каких-то передвижек у нас при той потребности, которая сегодня есть, трудно закрыть. Только если откуда-то массировано завести врачей, так, но еще раз говорю, и в других регионах ситуация не лучше. При этом, конечно же, мы должны использовать те резервы, которые у нас сегодня есть. Во-первых, телемедицина. Она у нас активно развивается. Если в 2020 году где-то 10 тысяч телемедицинских консультаций в целом по республике было, то за прошлый год уже 12,5 тысяч. То есть мы растем и будем это еще дальше увеличивать. Есть у нас сейчас возможность уже, чтобы центральные районные больницы выезжали в удаленные на слега, на специально приобретенных вот таких медицинских больницах на колесах. Как раз партия пришла в конце прошлого года, очень хорошо оснащенные, хорошо подготовленные. К сожалению, конечно же, вот ко мне люди уже жаловались, и прокуратура ко мне обращалась с жалобой на некоторые наши районы, которые техника пришла, но она у них простаивала. И только вот вмешательство прокуратуру позволило в некоторых районах, ну, как бы использовать этот ресурс. Я вообще не очень хорошо понял, почему так делают наши главные врачи на местах. Технику же им не дали не для того, чтобы она у них в гараже стояла, а для того, чтобы реально работала. Конечно, мы будем и дальше смотреть, чтобы вот эта техника реально эффективно работала. Но есть такие направления, где реально нужны высококлевоцированные врачи, в том числе вот офтальмология. Здесь, безусловно, нужно добиваться, чтобы люди приезжали из Якутска, смотрели. Последние годы Якутская наша республиканская офтальмологическая больница сделала очень большой рывок вперед. И с точки зрения оснащения, с точки зрения повышения профессиональных компетенций, очень надеюсь, что Иван Петрович Луцкан, главный врач, сейчас прямой эфир смотрит. Я его попрошу тоже вопросом этим заняться и знаю, что Иван Петрович там по всей республике работает активно с районами, выезжает туда, ну, пока это в основном крупные районы, да, но вот такие районы, как Жиганские, Иван Петрович, тоже не надо оставлять без внимания, тем более слышали же, три года там люди без серьезных таких обследований именно по окулистам сидят. Поэтому просьба, если сами не можете выехать, то направьте туда специалистов, все-таки людям помогите на месте, потом мне доложите. Спасибо. Спасибо, Асен Сергеевич. В колл-центре подводят первые итоги. Наш корреспондент Оксана Устинова на прямой связи. Оксана, сколько вопросов поступило и что волнует якутян? За первый час в колл-центр поступило более 70 обращений, все они обрабатываются. Те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, направляются в профильные ведомства и на них прямо сейчас отвечают члены правительства. Есть также вопросы, требующие более тщательной проработки. На них ответы будут направлены позже. Но мы продолжаем принимать обращения по многоканальному телефону 320111, напомню, код города 4112. Ну а что же волнует якутян больше всего? Судя по поступившим вопросам, это, как и в начале эфира, транспорт и дороги, здравоохранение, социальное обеспечение и поддержка. А также жители интересуют вопрос предпринимательства, экономики и культуры. Наибольшее количество вопросов поступило из Якутска, Верхоянска, Ленского и Татинского районов. Продолжает также поступать и вопрос о ситуации в мире и на Украине. Предлагаю прямо сейчас принять звонок от жительницы города Якутска. Алло, алло, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Айсен Сергеевич, сейчас начался весенний призыв в армию. Слышно, да, меня? Да, добрый вечер, я вас слышу хорошо. Ага. Я мама призывника, меня зовут Наталья Семеновна. И мой ребенок хочет идти служить, а я боюсь, что его отправят на Украину. Скажите, пожалуйста, солдат-срочников отправляют на Украину? Думаю, что все матери сейчас волнуются. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, Наталья Семеновна. На самом деле, злободенный вопрос. Мне люди тоже обращаются, пишут на эту тему родители призывников. Здесь я хочу точно сказать, что согласно решению президента страны, и об этом неоднократно заявляло и Министерство обороны Российской Федерации, солдаты срочной службы не направляются в зону специальной войсковой операции. В самом начале, помню, там был момент, когда пострадали срочники, но, насколько я знаю, было очень серьезное разбирательство, и виновные все наказаны. Что касается сейчас ситуации, то по якутянам мы по всем ситуациям мониторим, срочники у нас в зоне специальной военной операции не находятся. Спасибо. Спасибо. На фоне происходящих в мире событий и беспрецедентного давления на нашу страну, на большое внимание на федеральном уровне уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Якутии в этом смысле есть чем гордиться. У нас есть колоссальный опыт, которым могли бы поделиться другие регионы. Буквально месяц тому назад регионы начали исполнять гимн страны в школах. Такой указ вы уже подписывали в 2019 году. Это далеко не единственный пример. И, Сергей Сергеевич, предлагаю посмотреть сюжет нашего корреспондента о юных патриотах. Приемы армейского рукопашного боя, навыки обращения с оружием и тонкости строевой подготовки. Кадетское образование учит быть сильными во всех аспектах военного ремесла. Есть такая профессия – родину защищать. Воспитанников кадетской школы этому обучают не только по методичкам, но и на практике. Неполная сборка-разборка автомата Калашникова – это основа, которую знают все кадеты. Каждое движение юного армейца доведено до автоматизма. За два года в кадетке Николай Махатыров воспылал к жизни по уставу. Снимать погоны после выпуска не собирается. Я себя в будущем вижу военным в будущем. Это моя мечта с детства. Среди товарищей по оружию немало единомышленников. И будет больше, уверены офицеры кадетского училища. На базе интерната регулярно проводят образовательные экскурсии для школьников. Образцы настоящего вооружения и военной техники лишь подстегивают детский интерес. В семье Заболоцких патриотизм – не пустое слово. Без такого воспитания дети не поймут, кто они такие, где их корни. В детях это воспитывает как бы теплоту и хорошее отношение. С первых нот, не затягивая, как учили, бодро и звонко, ученики третьего В-класса исполняют одно из самых известных музыкальных произведений в мире. У старшеклассников в соседнем кабинете «Слався Отечество» звучит при любом удобном случае. Я думаю, гимн нужен для того, чтобы выразить свое уважение и любовь к родине. Исполнение гимна в школах страны станет обязательным с 1 сентября этого года. В Якутии к таким переменам не просто готовы, их ждут. Поэтому помимо вокальных упражнений проводят и уроки патриотизма. Мы воспитываем у детей любовь к родине, любовь к ближним, к родителям, ту же самую толерантность. Внимание и заботу к старшим сегодня проявляют и те, кто школу уже давно закончил. В гости к ветеранам Великой Отечественной обязательно с полными пакетами. О том, какие ужасы пришлось пережить в годы войны и, конечно, о героическом подвиге, помогает рассказать уже выцветшие местами фотографии. Новым слушателям в доме Валентины Ефремовой рады всегда. Я очень довольна нашим молодым поколением. Очень довольна. Валентина Васильевна – настоящий пример нерушимого духа и пламенного патриотизма. Такие встречи лишь укрепляют связь поколений и служат надежным ориентиром для молодежи. По адресу еще и за медицинской сестрой. Так, с обязанностью. Асаня Сергеевич, мне сообщают, что прямо сейчас поступил звонок с родины Максима Кировича Амосова как раз по теме воспитания подрастающего поколения. Житель села Хатырык прямо сейчас на прямой связи, поэтому я предлагаю послушать вопрос и потом уже полностью прокомментировать тему. Алло, говорите, мы вас слушаем. Ваш вопрос. Добрый вечер, дорогие жители республики. Искреннее поздравления со столетним юбилеем. Добрый вечер, дорогие жители республики. Мы вас слышим. Искреннее поздравления со столетним юбилеем. Дорогой Айсен Сергеевич, рада, что вы сегодня к нам приезжали. Спасибо, что сегодня почтили память нашего славного сына народа Максима Кировича Амосова. А вот у меня вопрос такой. Сейчас идет массированная атака Запада. Пропаганда лжи и ненависти. Как от нее защитить нашу молодежь и вырастить настоящих патриотов в своей родину? Спасибо за звонок. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, сейчас идет война, информационная война против России. Здесь надо для себя несколько вещей очень четко понять. Во-первых, почему-то мы многие наивно считают, что информационную войну с Западом можно выиграть. Мы с ними на их поле, конечно же, внутри западных стран войну никакую не можем вести, потому что играют они крапленными картами. Так по собственным правилам. Первый же день там начали все российские телеканалы отключать. Сейчас за то, что ты просто репостишь новость российских СМИ, в некоторых странах Запада, там штрафы несколько тысяч евро. Просто за репост, за то, что ты репостил. Ответственность там административная, различная возникает у людей. Просто, еще раз говорю, за то, что они информацией делятся. При этом сами они ведут себя абсолютно безобразно. И фейки, и то, что, помните, там этот Фейсбук, Инстаграм разрешали пропагандировать убийства россиян. Другие вещи, которые они творят, они, вот еще раз говорю, у них цель одна – расколоть Россию, ослабить Россию, создать у россиян образ, знаете, виновных, чтобы мы каялись там всю жизнь, да, плакали, посыпали себе голову пеплом. Но у них ничего не получится. Не получится в том случае, если мы будем едины, если мы будем понимать, в чем заключаются настоящие интересы нашей страны, России, ее регионов. Если мы хотим быть свободными, если мы хотим быть реально хозяевами на своей земле, хотим, чтобы наши дети, наши внуки, правнуки жили на своей земле и чувствовали себя здесь хозяевами, конечно, мы должны вести самостоятельную политику. Знаете, Россия – огромная страна. Она не может себе позволить другой политике. Как только мы начнем плясать под чью-то другую дудку, да, то моментально страну будут развалены. Иллюзий здесь питать никаких не надо. Да и не надо думать, что там вот Запад такой добрый, он только хочет мира, добра, тогда ничего, он добра и мира не хочет. Это мы сегодня видим, когда с утра до вечера эти самолеты, нагруженные самыми разными видами оружия, прилетают на Украину, чтобы как можно больше украинцев вооружалось ими, воевало против россиян, чтобы как можно больше людей погибало в этом конфликте. Который, на самом деле, нужен кому? Нужен только фашистам в Киеве и их заокеанским хозяевам. И, конечно же, воспитание патриотизма – это очень важная задача. К сожалению, наше государство в 90-х годах махнуло на это рукой. Это тоже факт. Мы же помним, что считалось, что этим должна заниматься семья, школа этим не занимается. А в семьях считали, что нет, этим пускай школа занимается. В итоге этим никто не занимался. И у нас выросло несколько поколений детей, которые реально оказались предоставлены сами себе. Их воспитали, на самом деле, улица до последнее время смартфона. Что там в смартфонах пишут. Слава Богу, что наконец-то поняли, что это неправильно. И вот решение о гимне, которое сейчас принято, о том, что раз в неделю будет в понедельник подниматься флаг страны и исполняться национальный гимн страны – это очень правильное решение. Но при этом я хочу напомнить историю. Я когда в декабре 2019 года подписал указ о гимне, об исполнении гимна в школах Якутии, ни одно мое решение ни до, ни после не встречало такой ожесточенной критики в социальных сетях. Просто там чего только не писали. И возвращение к тоталераризму, там хотят возродить СССР, из детей хотят зомби сделать, там чего только не писали. А потом же мне наши правоохранительные органы ФСБ доложили, что большинство этих всех аккаунтов, которые писали как якутияне, на самом деле они все с той страны, на территории которой мы сейчас ведем специальную военную операцию. А они уже просто понимая, что они будут с нами воевать, бороться против нас, уже любые проявления патриотических настроений где-либо в каком-то регионе сразу начинали, знаете, поливать грязью. Вот еще тогда. А мы вот все тешили себя каким-то иллюзиям. Поэтому, первое, еще раз говорю, иллюзий никаких не надо питать насчет Запада. Второе, мы сильная, самодостаточная страна, многонациональный народ России, это тот народ, который спас в составе Советского Союза весь мир от фашизма. И мы сейчас спасем. И в-третьих, Россия не может себе позволить другой политики, как политика патриотизма. Патриотизм, любовь к своей родной земле, к своей родине, к своему Аласу, это вот то, с чего начинается любовь уже к большой России, к единой России, к тому государству, в котором мы хотели бы жить и к которому мы должны гордиться. Я считаю, что наше государство, наконец-то, ошибки признало, поправляет в этой части, исправляет те недочеты, которые были, и уверен, что у нас все получится. Айсен Сергеевич, среди вопросов, поступивших на сайте «Столетия», очень много вопросов про авиабилеты, впереди отпускная пора, задают вопрос, будут ли повышаться цены на билеты, или станет ли больше субсидированных авиабилетов. Здесь я что хочу сказать. В этом году правительством страны принят ряд принципиальных решений по поддержке дальневосточников, в части вот как раз субсидированных билетов. Если раньше вы помните, вот у нас была льготная категория, которая могла пользоваться субсидированными билетами. Только она, и то было ограниченное количество билетов, они быстро заканчивались. В прошлом году появилось решение, что все могут получать, имеют право на субсидированные билеты, но правда для якутской Читы это коснулось уже под конец года. Мы там много раз выступали на различных совещаниях, но уже под конец года все-таки ошибку некоторые федеральные коллеги признали, и якутские и Чита были включены. На этот год принято какое решение? Во-первых, количество субсидированных билетов для всех категорий населения выросло. А во-вторых, вот та льготная категория, то есть старшее поколение молодежь, которые раньше пользовались субсидированными билетами, это стала защищенная статья. То есть они реально могут в любое время субсидированные билеты купить. Если у авиакомпании деньги на это закончились, то она просто им билеты продает, потом федеральный бюджет их расходы возмещает. Это очень сильное решение, и уверен, что многие якутяне этим решением воспользуются. Но что касается общего количества субсидированных билетов, конечно, оно ограничено. И вот хочу сказать, что, например, там я проверял недавно, когда у меня тоже спрашивали, вот Якутск-Новосибирск, Якутск-Минводы, Якутск-Санкт-Петербург на июнь месяц уже субсидированных нет, к сожалению. Так, они уже закончились. Вместе с тем на другие даты еще есть. Есть у нас еще в этом году нововведения по субсидированным билетам по Арктике. Раньше у нас тоже их было очень мало, ограниченное количество. В этом году мы увеличили, опять же, перечень сказали, что все те, кто живет в Арктике, могут субсидированные билеты иметь возможность на них летать. Сейчас реально стоимость по ним в два, а то и в три раза ниже, чем реальная стоимость, по которой люди летают по субсидированным билетам. Причем субсидированные билеты, вот я точно могу сказать, они практически на любую дату пока еще в продаже есть. Поэтому будем дальше работать, чтобы количество субсидированных билетов было больше. Ну и в целом, конечно, авиационная отрасль, это тоже надо понимать, она пострадала больше, чем, наверное, другие из-за всех этих санкций. Это касается и самолетов, это касается и количества непосредственно самих рейсов, потому что зарубежных рейсов стало резко меньше. Но недавно правительство страны приняло решение на прошлой неделе, что выделяется еще 100 миллиардов рублей для поддержки авиакомпании России. Ну и я очень надеюсь, что уж, по крайней мере, авиакомпания Якутия из этой суммы какую-то соответствующую часть тоже сможет получить на компенсацию своих убытков. Александр Сергеевич, у нас есть вопрос, видеовопрос из города Вилюйска. Давайте его посмотрим. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 , . 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 Вопрос касается вырубки лесов возможной предполагаемой верховья Хамги. Ну и вообще ставится абсолютно правильный вопрос о лесовосстановлении. Какие работы должны проводиться. Здесь я еще раз хочу свою позицию довести до жителей республики. Я ее уже неоднократно доводил. Во-первых конечно же я полностью разделяю обеспокоенность тех людей которые боятся за судьбу лесов вдоль реки Амги. Защитных так называемых защитных лесов. Здесь двух мнений быть не может защитные леса вдоль Амги они никоим образом не должны вырубаться. Вообще никакой там рубки не должно быть. Так это однозначно здесь никаких там еще раз говорю двояких толкований быть не может. Я на этой позиции стоял и буду стоять. Второе любая деятельность она должна проводиться в том числе вот по лесной промышленности соблюдение всех норм экологических. С этой точки зрения к сожалению у нас последние десятилетия многие уже десятилетия вот лесная отрасль очень сильно деградировала. У нас так если так по большому счету говорить такой промышленного освоения наших лесов нет. И многие специалисты которых я искренне уважаю вот как раз те кто всю жизнь лесным хозяйством занимаются и герой труда Устинова и вот Светлова Апликарпанамосова они в один голос утверждают что во многом как раз отсутствие правильно созданной правильно функционирующей системы лесозаготовки она порой приводит как раз к лесным пожарам. когда лес у нас просто перестаивается засыхает на корню и потом становится легкой добычей для огня на огромных территориях. Ведь даже если так посмотреть у нас лесосека расчетная которая может безболезненно в Якутии лес добываться по расчетам специалистов все говорят о 30 миллионах кубометров. В советское время добывалось порядка 10-15 говорят. Как говорят специалисты. Сейчас мы даже миллиона кубов леса не заготавливаем. Причем это лес не вот такой строевой это как раз лес в том числе тот который на дрова идет и так далее. Вот всего у нас меньше миллиона. где-то в районе миллиона кубов мы только заготавливаем. И вот это огромное недоосвоение этих лесов которых надо заготавливать. В том числе вот причина и лесных пожаров. Об этом тоже надо честно говорить. Конечно же при этом еще раз говорю любая лесозаготовка должна идти строго соблюдая все экологические нормы. Вот что касается верховьев Амги. Во-первых там от добычи вся лесозаготовка должна идти вдалеке от Амги. Я еще раз на этом заостряю внимание. Мы за этим будем следить и строго контролировать. Чтобы там кто не хотел так. Во-вторых я про это на прямом эфире говорил. Мое требование было чтобы предприятие было зарегистрировано на территории республики. Вот тут многие говорили да нет они ничего не зарегистрировались и так далее. Но вот я потом проверял предприятие по моему называется лесной комплекс Якутии. Оно в Якутии уже все документы подано. И оно будет работать в Якутии платить здесь налоги. Ну и соответственно и местные кадры тоже туда будут набираться. Вот при этом на сегодняшний день вот я же предлагал как раз экологам туда выехать. Они выехали посмотрели там реально лесозаготовки никакой не идет. Вот и если она и будет идти то она будет идти знаете вот не так чтобы там весь лес вырубить. В небольших объемах она все таки пока предполагается. При этом лесовосстановление конечно же оно будет идти. Вот но не надо забывать что вот там все время пишут что будут вырубать весь лес. Вот чисто вот пройдут по лесу и за ними останется только пустыня. Да на самом деле же вот те термины которые пишут в лицензиях на заготовку леса они же многие же и не понимают о чем идет речь. Это речь идет только о больших деревьях которые как раз уже созрели для того чтобы быть заготовлены. Остальной лес не должен спиливаться он должен оставаться и конечно же со стороны вот наших лесничих лесного хозяйства будет строгий контроль. Слава богу это где-то там не где-то там у черта на куличках да это рядом с федеральной трассой будет все. Поэтому контроль будет идти. Здесь я поддерживаю вот тех людей общественников которые выступают за сохранение защитных лесов за обеспокоенной природой. Но конечно же очень знаете некрасиво то что многие пытаются эту важную тему использовать в политических целях. Начинают ее политизировать крутить там искать везде виновных там чего только не пишут. Так на самом деле вопрос это сначала надо разбираться хотя базовое экологическое образование иметь и уметь людей слушать специалистов. Но еще раз хочу заверить что я здесь на стороне простых жителей нашей республики. Мы будем это вместе контролировать смотреть и поверьте не допустим чтобы наша жемчужина река Амга каким-то образом малейшим образом от лесозготовки пострадала. Спасибо. Действительно Айсен Сергеевич Якутия регион природных богатств это и конечно же леса и природные ископаемые и конечно же наша Арктика. Наша республика в числе первых приняла стратегию развития арктических зон. Предлагаю посмотреть сюжет который подготовили наши корреспонденты о том как меняется Якутская Арктика. Один из приоритетных задач Якутии и России развитие северного морского пути. Это не только вопросы северного завоза но и становление промышленных центров в Арктике. Еще одно важное направление создание аварийно-спасательной системы и аварийно-спасательного флота. Одним из центров базирования таких сил в Восточной Арктике может стать порт Тикси, модернизация которого планируется в ближайшие годы. Это важный транспортный узел, опорный пункт для реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере недропользования, энергетики, развития социальной сферы арктических районов республики. Конечно же очень важное значение сейчас Тикси имеет с точки зрения укрепления обороноспособности в арктической зоне и об этом мы тоже должны здесь говорить, особенно в свете последних событий. Поскольку я глава Арктического района, все это для нас имеет колоссальное значение. Все в морпуть, которые будут сейчас еще больше развивать, через которые мы будем уже получать и продукты, и все необходимые товары и так далее. Это же для нас большая будет основа для дальнейшего развития. К 2025 году Тикси планируют подключить к магистральной трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Полярный экспресс. Поэтому при подключении к магистральной линии связи абоненты в Тикси сразу смогут воспользоваться преимуществами высокоскоростного доступа к интернету. Из-за огромной территории Якутии транспортная логистика региона развита не везде. На сегодня 15% жителей районов имеет доступ к круглогодичному транспортному сообщению. К 90% доступ открывается только зимой. И тут встает вопрос развития малой авиации. Без поддержки государства, без поддержки республики малой авиации сегодня не быть. Потому что большие расстояния. И мы должны создать, наверное, сеть, целую сеть, опорную сеть, которая сегодня уже создается на базе полярных авиалей, на базе аэропортов севера, на базе муниципальных аэропортовских взлетно-посадочных полос. Между тем, с появлением малой авиации в районах ускорится развитие торгово-логистических центров. В этом году они открылись в Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах. В прошлом году, к примеру, в Аббэйском районе. В розницу можно товар приобретать. Как бы вот и оптовый. Тут такого никогда не было, кажется. Вообще именно такого масштаба. Еще одно арктическое направление оленеводство. В последние годы претерпевает положительные перемены. Якутия сегодня занимает третье место по поголовью домашних оленей в стране. Их насчитывается более 170 тысяч особей. Между тем, в бюджете Якутии на этот год предусмотрено существенное увеличение поддержки этой отрасли. Арктические программы только начинают притворяться в жизни. Главная задача всей этой большой работы – улучшение качества жизни каждого отдельно взятого жителя Арктики. Большое внимание уделяется арктическим районам на федеральном уровне и лично президентам страны. Айсен Сергеевич, какие еще изменения ждут жителей арктических сел? Безусловно, я рад, что последние годы, благодаря вниманию и президента страны, и правительства, в целом органов власти федеральных по Арктике, принят ряд таких беспрецедентных решений, очень важных, в том числе для Якутской Арктики. И, конечно же, ключевое событие последних месяцев – это проведение отдельного совещания по развитию Арктики, которое было проведено под руководством президента страны 13 апреля. Президент на этом совещании высказал два пункта, которые крайне важны для нас. Во-первых, он сказал, что должен быть сделан сводный план развития Северного морского пути до 2035 года, который предполагает превращение Севморпути уже в постоянно действующий транспортный коридор, который будет работать не только как транзитный для международных перевозок, как многие раньше говорили, но будет направлен в первую очередь на решение задач внутрироссийских, то есть вывоз товаров из России, и второе – это уже решение задач по логистике внутрироссийских, ну, вдоль российского побережья по Ледовитому океану. Важнейшее решение, оно предполагает и строительство новых ледоколов, строительство новых портов, развитие портовой инфраструктуры, в том числе вот там и Тикси, и Зеленомысский порт у нас фигурируют, это и развитие крупных аварийно-спасательных центров. В первую очередь, вот для нас интересует, например, Тикси, так как сегодня уже такой центр там создан, и он должен, конечно, получить сейчас поддержку на развитие материально-технической базы. Для нас все эти решения очень важны, потому что дают возможность говорить о развитии крупных промышленных проектов в арктической зоне нашей республики, которые в перспективе способны как раз привести к тому, что на побережье нашем Якутском могут появиться новые порты, глубоководные морские порты, в том числе вот тот проект, который много обсуждается в случае создания вот Усьянского такого крупного промышленного кластера вокруг Кючуся, вокруг вот атомной станции малой мощности, развития месторождения олова, серебра, которые там есть золото, возможно уже угля, то возможно уже создание глубоководного порта в районе Найба, поселка Найба, который сможет перерабатывать порядка 10-20 миллионов тонн. И сейчас работа идет, но еще раз говорю, здесь сначала должна быть промышленность, сначала должна быть грузовая база, и уже от этой грузовой базы будет уже строиться порт, но это вот еще раз говорю, как раз в рамках развития федерального вот такого проекта по развитию Северного морского пути сейчас уже приобретает совсем другое значение и другие возможности данного проекта. И, конечно, второй пункт, который прозвучал у президента, это то, о чем, наверное, мы, якутяне, всегда говорили последние десятилетия, это отдельный федеральный закон о Северном завозе. К сожалению, Северный завоз вот многие десятилетия регионы выполняли сами. Где-то когда-то, ну, бывало трудно, федеральный центр помогал, но в основном это были проблемы именно самих регионов. К сожалению, природные условия Севера крайне сложны, Арктии крайне сложны, и в прошлом году из-за раннего замерзания северных морей сложилась крайне сложная ситуация по завозу в ряд дальневосточных регионов. Не Якутии, слава богу, да, но все равно у коллег была очень тяжелая ситуация. Я помню, мы с главами регионов разговаривали, мы там тоже были завязаны в доставке товаров на Чукотку, поэтому мимо нас тоже это не прошло. И вот наличие федерального закона, где будет понятие Северный завоз обозначено, где будут полномочия федерации, регионов, муниципалитетов, транспортная логистика вся будет описана, будет, надеюсь, прописан все-таки приоритет в поставках для Северного завоза, финансовая поддержка, в том числе в субсидировании процентной ставки по Северному завозу. Вот эти моменты, если они все будут прописаны именно через федеральный закон, приобретут силу закона, конечно же, позволят нам этот вопрос решать гораздо безболезненнее, гораздо легче, чем это все делается сейчас. Поэтому очень благодарны президенту. Безусловно, это все позволит повысить качество жизни людей у нас в Арктике. В Арктике на самом деле живут очень мужественные люди, в самых, наверное, сложных на нашей планете условиях. При этом это их родина, никуда они уезжать не хотят, хотят и дальше там жить. И, конечно, долг государства сделать все, чтобы они могли там не только просто жить, но и получать и социальные услуги, образовательные все, и медицина, чтобы у них была на уровне. Поэтому в Арктике нам надо еще много-много делать. Первые шаги мы, наконец, начали. Вот впервые за многие десятилетия строятся школы, больницы, дома культуры. Вот построены торгово-логистические центры в Устьянском и Абыйском районах. И до конца 2024 года у нас во всех 13 арктических районах появятся такие крупные торгово-логистические центры, которые, конечно же, реально, мы видим, помогают снизить цены и обеспечить продовольствием и непродовольственными товарами вот эти районы и как раз сбить цены, которые у них порой там просто запредельно высоки. Поэтому в Арктике у нас очень много работы. И вот при поддержке президента я уверен, что у нас эта работа будет еще более высокими темпами. Асен Сергеевич, есть еще один видеовопрос от жителя села Тополиное Тампонского района. Давайте посмотрим. Меня зовут Охловков Константин Власевич. Я работаю в спокофакторе Тампонском районе, поселок села Тополиное. Я тут уже работаю 12 лет, 2010 года, сентября месяца. И у меня проблема такая. Я вот хотел себе тут построить дом частный. А пока я земельный участок оформлял, документы все оформлял, мне уже исполнилось 36. И так получается, что я в ни одну программу не вхожу. Я бы хотел задать вопрос, или поставить вопрос, чтобы от 35 и выше до 50 лет хотя бы же делали бы какую-нибудь программу. А то эти возрасты вообще в никакую программу не входят. И тоже в селе тяжело без помощи что-нибудь построить. Спасибо за вопрос, Константин Власевич. Я попрошу потом, чтобы министр строительства республики Калачанов отдельно рассмотрел данный вопрос. Но хочу сразу сказать, что, конечно же, у нас и после 35 действует ряд проектов, таких ипотечных в том числе. И сельская ипотека у нас есть, и ипотека для многодетных есть. То есть те формы, где и льготная еще ипотека есть, где было сейчас 12% годов, сейчас станет, надеюсь, 9% после решения президента, которого позавчера озвучил. То есть есть программы по ипотечные, где реально можно получить. Есть еще возможность и субсидирования, но там должен быть еще и первоначальный взнос. Поэтому я попрошу, чтобы министр строительства Калачанов связался с главой района Степановым, и отработали вопрос. Ну, если есть какая-то возможность, обязательно поможем. Но, конечно же, я в целом хочу сказать, что программа развития индивидуального жилищного строительства, я ее озвучил в своем послании, и сейчас у правительства требую, чтобы, несмотря на все сложности, определенная программа у нас была создана, в которую были вовлечены все звенья, начиная вот как раз от заготовки древесины. Но сейчас же у нас вот на самом же деле нонсенс, да, мы вроде вот с одной стороны тут целые баталии устраиваем, чтобы запретить лес заготавливать тем, кто хочет здесь пиломатериалы делать. А с другой стороны пиломатериалы сейчас перевозим из Иркутской области, из Красноярского края, из Томской, вот недавно мне показывают, думал, что из Томска уже привозят, да, и потом удивляемся, почему это все дорого. Конечно, это дорого, еще дороже будет, если мы у себя вот лесную промышленность не возродим и нормально ее не будем развивать. И вот начиная от лесной промышленности, заканчивая ипотечными продуктами и субсидированием транспортных расходов для тех, кто собирается ИЖС на селе строить, вот мы все эти вещи должны увязать в единую программу, и эту программу надо обязательно принять. Потому что я уверен, что ИЖС мы должны на селе активно развивать, это очень важно, это очень нужно для людей. Но, конечно, дома надо строить уже по-современному, с благоустройством, со всеми удобствами, для того, чтобы люди там реально чувствовали себя хозяевами в хороших, красивых, современных домах. Ну и, конечно, помочь им, еще раз говорю, в субсидировании процентных ставок, а если есть возможность, и в субсидировании определенных расходов, таких как транспортные расходы. Айсен Сергеевич, еще до эфира, и мне подсказывает, что сейчас во время эфира поступает очень много вопросов о дорогах и пробках в столице республики. И сейчас на одной из таких улиц находится наш корреспондент Иван Лазаренцко на улице Можайского. Иван, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемый Айсен Сергеевич, добрый вечер, коллеги и все зрители телеканала НВК САХА. Мы сейчас находимся на улице Можайского, на ее участке от Белого озера до начала дороги на микрорайон Марха. И каждый, кто хоть раз проезжал по этой дороге, прекрасно знает, что с обеих ее сторон наблюдается такой эффект, как бутылочное горлышко. Это когда две полосы попутного движения сливаются в одну, что очень сильно снижает скорость автомобильного потока. Но и мало того, на этом участке асфальтовое покрытие оставляет желать лучшего. Сейчас вы можете видеть, как автомобилисты вынуждены постоянно притормаживать на каждой ямке, на каждой выбоине, что тоже снижает скорость автомобильного потока. И как следствие этих двух факторов наблюдаются постоянно автомобильные многокилометровые пробки, особенно в утренние и вечерние часы, а также летом, когда жители города Якутска массово выезжают на отдых в Намском направлении, на природу или на свои дачные участки. И в связи с этим от имени жителей населенных пунктов Намского направления, а также от представителей прекрасной половины автомобилистов города Якутска вопрос. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Меня зовут Тамара. Я хотела бы задать вопрос от имени всех автомобилистов, которые проживают на территории Сатала, Жатая, Мархи. На этом участке дороги в часы пик мы очень долго стоим в пробках, действительно. И с учетом того, что скоро здесь откроется и каток, и бассейн, хотелось бы спросить, планируется ли здесь провести качественный ремонт этой дороги и планируется ли расширение этой дороги? Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос, Тамара. На самом деле, конечно же, этот вопрос волнует, наверное, десятки тысяч автомобилистов. Я сам вот сегодня с утра и после обеда по этой дороге ездил. И понятно, что вот этот бутылочный горлышко надо расшивать. Мы по линии управления автодорог республики Саха-Якутия провели очень большую работу. И на год раньше наши дорожники вводят участок от Сырдаха до, скажем так, до Мархи. Вот участок, он уже в этом году будет завершен. Это почти, если не ошибаюсь, 6 лишних километров. Дорога эта будет совсем современная. Вот по две полосы в каждую сторону, ограждение посередине дороги, новое освещение. Таких региональных дорог у нас еще не было в республике. Вместе с тем, конечно же, при этом возникает вот так называемый эффект бутылочного горлышка, когда у нас от аэропорта, считайте, вот как раз до выезда из Мархи, дорога у нас двухполосная. Мы на эту тему в прошлом году еще дали поручение. И сейчас я могу сказать, что работы у нас будут продолжены. Город уже в этом году вот со стороны аэропорта до Стеллы мархинская работа должен проводить, начать. Работы эти завершатся. И в то же время со стороны уже сделанного участка, скажем так, от объездной дороги, которая на тех участках идет, в сторону уже города дорогу будет делать республиканское управление автодорогой. И эти работы должны быть завершены в течение 22, 23, 24 года. Вот к концу сезона 24 мы бутылочное горлышко это должны полностью расшить. И мы получим на всем ее движении, ну, по две полосы в каждую сторону. Конечно, я понимаю, что мы сегодня испытываем колоссальные нагрузки по городу Якутску. Именно из-за того, что темпы работы у нас очень большие. Но поверьте мне, и я с людьми когда разговариваю, мы все готовы потерпеть. Главное, чтобы работы делались быстро и качественно. Я вот, например, благодарю дороги Саха, которые, понимая все это, вот свою работу практически на год раньше сделали. Причем сделали качественно. Вот части вот как раз дороги на Юсхатын. При этом мы планируем проводить работу же еще и в южном направлении. То есть от поста ГАИ до подъездных путей Ленского моста мы должны тоже к 26 году тоже расширить трассу. И она должна быть реально тоже по новой сделанной. А город должен сделать внутри от поста ГАИ по Покровскому тракту до вот этой, практически считайте до улицы Красноярова, дорога должна стать, там у нас сейчас три же полосы, должна стать четырехполосной. И работы эти тоже должны с ЯС уже проектироваться и в ближайшие годы уже все делаться должны. Чтобы у нас там не возникли эффект бутылочного горлышка, когда у нас подъездные пути Сленского моста будут построены, и когда с Сленского моста поток пойдет. Ну и раз уж зашел разговор о ремонте улиц города Якутска, то вот сегодня мне тоже писали так, чтобы я обязательно сказал про это в прямой эфире, спрашивали люди, про ремонт проспекта Ленина. Конечно же ремонт нам нужен, мы все это понимаем, мы хотим, чтобы проспект Ленина не просто стал там, ну чтобы асфальтовое полотно положили, но чтобы была полностью реконструирована и часть тротуарная, чтобы там появились современные красивые тротуары, велосипедные дорожки, чтобы появился у проспекта Ленина стиль, ну неповторимый стиль, как главные улицы нашей республики. Уверен, что все это будет сделано. Вместе с тем я вот прошу, чтобы Евгений Николаевич Григорьев все-таки со строителями провел работу, чтобы все-таки люди работали. А то многие же мне пишут, и я сам этому свидетель, я на работу рано приезжаю, поздно уезжаю, ну выезжаешь там где-то в 8-9, там уже никто не шевелится, так приезжаешь в 7-8, там тоже никто не шевелится. Объясняют, конечно, тем, что там жители возмущаются и так далее, но вы знаете, я сам главой города был, и с жителями можно поговорить и объяснить, так во многом, тем более сейчас у нас начнется дачный сезон. У большинства жителей по проспекту Ленина дачи есть, так и это я тоже знаю. Поэтому здесь надо бы, во-первых, чтобы режим работы был удлинен, чтобы работы велись, ну там, где вот эти офисные здания, ну тот же ДП, там вот театры и так далее, там можно вообще круглосуточно работать, так, без всяких. И в любом случае, чтобы режим был продлен, и чтобы мы все-таки старались не по, там вот сказали 27 сентября, значит типа 27 сентября закончим. Ну почему вот по региональным дорогам люди могут на год раньше работу заканчивать, а внутри города мы на главной республике, на главной улице города Якутска работаем медленно, да, не дай бог еще там, скажем, еще на месяц продлить. Тем более, давайте не будем забывать, что проспект у нас еще и на следующий год часть будет делаться. Поэтому здесь, конечно, интересы горожан тоже надо понимать, и все-таки делать работу максимально быстро, максимально качественно. Деньги республика и правительство Российской Федерации выделили достаточно для того, чтобы эти работы были выполнены в сроки, еще раз говорю, с высоким качеством. Ну а Тамары, вот я уже ответил, надеюсь, что в 2024 году бутылочного горлышка этого не будет, и сможете спокойно абсолютно ездить. Спасибо. Спасибо, Исен Сергеевич, до свидания. Спасибо, Иван. Давайте примем еще один телефонный звонок. К нам дозвонились из Уйсалдана. Иван. 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 Здесь я хочу сказать, что работа мы уже провели. Для меня эта проблема тоже очень важная. Я прекрасно понимаю, что дожди надо вызывать как можно раньше. Но здесь надо понимать, что, к сожалению, мы были ограничены еще и федеральным законодательством, которое вызывать дожди искусственные для тушения лесных пожаров, это полномочия федеральной авиалии с охраной. И она работает только по факту появления пожаров. Раз. Во-вторых, она не вызывает дожди в интересах сельского хозяйства, скажем так. Поэтому мы зимой прошлого года очень серьезную большую работу провели с рядом крупных наших институтов российских. К сожалению, выяснилось, что, во-первых, быстро переоснастить наши самолеты невозможно. Мы хотели быстро какой-либо из самолетов полярных авиалий не переоснастить. Это все равно требует очень серьезной работы по проектной документации, потом по получению разрешения на переоборудование самолета, ну и на само изготовление этого оборудования, которое вообще штучное. В стране вообще всего лишь несколько самолетов, которые могут вызывать эти осадки. И вот в результате этой работы мы сейчас заключили договор с центральной аэрологической компанией, которая уже, если получится, уже с мая месяца сюда прилетит и начнет эту работу. Именно в интересах сельского хозяйства для вызывания дождей. В тех местах, где мы прогнозируем в этом году дефицит осадков, в том числе в заречной группе районов. Поэтому я очень надеюсь, что вот май-июнь у нас уже этот самолет начнет работать. А с федеральной авиалийсоохраной мы договорились, что уже в июле, а может даже в июне, самолет тоже сюда прибудет и тоже здесь будет работать июнь, июль. Если надо будет, то и август месяц. Поэтому в этом году у нас два самолета уже будут работать по искусственному вызыванию осадков. При этом полярные авиалинии свою работу тоже продолжают для того, чтобы уже в следующем году у Якутии был свой самолет, который может по искусственному вызыванию осадков для нужд сельского хозяйства уже и для нужд лесного хозяйства тоже работать. Александр Сергеевич, жители города Алдан отправили свой вопрос на сайт «Столетие». Их интересует, что будет с программой переселения из аварийного и ветхого жилья. Они пишут, мы из Алдана, наш дом по улице Чкалова, 19, попал в программу переселения. Ждать ли нам новоселье или из-за санкции стройку остановят? Опять. Ну вот, друзья, вот программа переселения людей из аварийного жилья, она находится на моем личном контроле. Я каждую неделю лично сам провожу штаб по стройке. По стройке как раз по объектам аварийного жилья, переселения из аварийного жилья и по стройкам крупных социальных объектов, школ, больниц, детских садов, промышленных объектов. И вот на каждом штабе мы по переселению из аварийного жилого фонда по проблемным вопросам рассматриваем. Слава Богу, ни один алданский объект на сегодняшний день не фигурирует в этих объектах. Есть там ряд районов, которые из-за нерадивых, скажем так, исполнителей немножко хромают, но и то не критично. Я надеюсь, что они отставание там несколько недель нагонят. А по Алдану нет вопросов. Единственный вопрос, который возникал по Алданскому району, он такой тоже непростой, но я думаю, что после того, как к этому сейчас подключатся и правоохранительные органы, я их просил этим заняться, там все будет нормализовано. Это то, что ряд так называемых оценочных компаний вместе с некоторыми недобросовестными гражданами решили на этом попробовать сделать деньги. Схема очень простая. Люди подают, могут получить новую квартиру при приселении из аварийного жилья или могут получить денежную компенсацию. Так вот, у некоторых жителей аварийных домов каким-то чудесным образом оценка их квартир, аварийных квартир, оказалось, стоимость их выше, чем стоимость новых домов. Ну, такого же теоретически быть не может. Вот дом аварийный, он на самом-то деле ничего не стоит. Так практически. Только земля под этим домом, что какие-то там деньги может стоить. Ну и более того. А оценщики как-то это оценили, что квадратный метр там чуть ли не под 100 тысяч рублей стоит. Департамент жилищного сообщества такие вот оценки заблокировал. После того, как сигналы ко мне начали поступать, сейчас занимаются этим. Я надеюсь, что таких случаев больше не будет. И какие-то вот такие возможные там схемы хищения средств по аварийной программе мы будем пересекать. Однозначно. Потому что это дело святое. Людей из такого страшного жилья переселять. Я сам вот еще со времен, как был главой города Якутска, к этому очень щепетильно отношусь. И мы, конечно, будем требовать, чтобы все было сделано по закону. И жилье было построено в срок. И люди соответствующую компенсацию, если хотят, то они ее получат. Но только именно ту, которая положена по закону. При этом хочу сказать, что здесь у нас очень сильно федеральное правительство именно Якутию поддерживает. И Марат Шахазянович Хуснулин, и министр строительства Файзуллин, и Сыцин Константин Георгиевич, который возглавляет фонд, который занимается аварийным жильем, госкорпорацию. Мы сейчас практически достигли очень серьезных договоренностей, которые позволят нам в этом году из федерального фонда получить уже в этом году на 25 миллиардов рублей больше, чем мы планировали. И эти средства все направим на авансирование стройки по всей республике. И это позволит нам программу выполнять более быстрыми темпами. Но если говорить по-простому, то люди, которые должны были квартиры получить в 2024-2025 годах, получат их уже в основном в 2023 и в 2024 годах. То есть мы на год будем программу всю сдвигать влево. Чаще всего, к сожалению, говорят о сдвиге вправо, когда удлиняются сроки. А мы вот, несмотря на все сложности, сейчас хотим программу сдвинуть влево. То есть быстрее все построить и людей переселить из этого аварийного жилья на год раньше. Значит, жителям Чкалова, 19, ждать новоселье. Алексей Сергеевич, на сайте Столетия очень интересное обращение. Конечно, мы это не могли пропустить. Наверняка вам знакомо имя Давид Сергеев. Давайте посмотрим обращение. Меня зовут Сергеев Давид, мне 16 лет. Я студент Якутского художественного училища имени Петра Петровича Романова. Уважаемый СН Сергеевич, спасибо вам большое за подарок. Прошло уже почти три года с того момента, как у меня появился костерезный аппарат. Он помог мне оттачивать свои навыки и мастерства. Я успешно окончил детскую школу искусств и поступил в Якутское художественное училище имени Петра Петровича Романова на отделение декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Спасибо вам большое за поддержку. И в знак благодарности хочу подарить вам свою костерезную работу. Поздравляю вас со столетием республики и желаю всего самого наилучшего. Спасибо. Ну что ж, Айсен Сергеевич, подарок уже у нас, и мы передаем его вам лично. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Я мальчик, который помню, конечно, тогда был совсем маленький. А можно с ним прямую связь установить? Да, мы попросим редакторов созвониться с Давидом. Вот пока они все-таки дозваниваются, мы примем еще один звонок, который давно уже ждет ответа на линии. Алло, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Продолжение следует... 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 Так, Алексей Сергеевич, в Якутии год матери, как часто вы видитесь с мамой? Вы знаете, реже, чем хотелось бы, но, конечно, очень ее люблю, созваниваемся с ней, но вот, к сожалению, ритм моей работы не позволяет с ней чаще видеться, но последний раз, вот после 8 марта мы с ней виделись. Когда для вас были самые интересные времена? Вы знаете, я всегда, любое время, в котором я живу, оно интересно, вот так. Что о вас не знает большинство людей? Вы знаете, как ни странно, большинство людей не знает, что я все-таки простой человек. Я могу и уставать, я могу и радоваться, я могу быть счастлив, счастлив со своими дочерьми, с детьми, счастлив со своей женой. Это вот моя частная жизнь простого человека, так она для многих я вот... Отца и мужа. Я глава республики, и, соответственно, я как робот 24 часа работаю и работаю. У вас за последнее время появилась новая любимая книга? Вы знаете, нет, наверное. Почему? Потому что я много читаю, и сейчас много читаю. Много хороших книг прочитаю, интересных книг, но вот те книги, которые можно назвать любимыми, которые на тебя влияют, на твое становление как человека, как личности, все-таки, на мой взгляд, да, я, ну, вот это мое личное мнение, может, я ошибаюсь, все-таки человек читает или в юности, или вот, ну, вот такие молодые годы. Я очень рад, что я много читал тогда, и все-таки призываю молодежь больше читать. Александр Сергеевич, у вас есть главный жизненный принцип? Никогда не сдаваться и идти только вперед. Три простых и нужных дела, которые вы умеете делать? Охотиться, рыбачить, ну и косить сено. Планируете ли вы свой отпуск, и где бы хотели отдохнуть? Ой, это вот очень тяжелый для моей семьи вопрос, потому что мы всегда очень так, бывает, с упоением отпуск планируем, где будем отдыхать. Мечтаем. Мечтаем, а потом, к сожалению, отпуск мой отменяется. Вот в этом году у меня реально была ситуация, когда я собирался лететь в отпуск, подписал его, и ровно в день начала спецоперации прилетел в Москву. Ну, что мне оставалось делать? Пролететь обратно. Александр Сергеевич, подведем итоги нашей работы. Колл-центр завершает свою работу. Оксана, сколько всего вопросов поступило и на сколько успели ответить? Ну, наш колл-центр буквально разрывается от звонков. Во время эфира колл-центр в студии поступило 141 вопрос. В чат-буте, в мессенджере, телеграмм зафиксировано 49 вопросов. На сайте столетия 21 вопрос. И через соцсети главы республики 34 вопроса. Таким образом, на прямой эфир поступило 708 вопросов. Конечно, на все вопросы за 2 часа эфирного времени невозможно ответить, поэтому в ближайшее время на все вопросы обязательно будут представлены ответы. Дорогие радиослушатели и телезрители, мы благодарим вас всех за активное участие. И хотим поздравить вас с наступающим праздником, столетием образования республики. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, Оксана. Александр Сергеевич, завтра уже мы отметим 100-летний юбилей нашей родной республики. Вот что бы вы пожелали каждому якутяне? Я и завтра пожелаю, но сегодня, накануне праздника, я что хочу сказать. Я счастлив жить и работать в это время, время знаковых дат для нашей республики. Я счастлив за результаты и достижения наших якутян. Я рад, что у нас очень неравнодушные люди, что у нас талантливые люди. И наша республика встречает свой юбилей победителям. Почему мы встречаем юбилей победителям? Потому что все то, о чем мечтали основатели республики 100 лет назад, сегодня уже исполнилось. И вот мне бы хотелось пожелать, чтобы мы с вами мечтали, творили, работали, жили так, чтобы наши дети, внуки, правнуки были горды и счастливы исполнить наши наказы и наши мечты. Поэтому я уверен, что все у нас получится. Ничего не надо бояться, идти надо только вперед. И обязательно победа будет за нами. Айсен Сергеевич, мы благодарим вас и всех жителей за участие в нашей программе. Спасибо большое, Айсен Сергеевич. Еще раз поздравляем вас со столетием республики. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем эфир всех со столетием республики. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова